СОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО на чистую воду, да, мы не смогли его убить, но хотя бы сорвали его планы и показали, кто здесь батя с дрыном промежляжек. Однако в данном ролике мы повременим с основной сюжеткой, и я дам вам возможность ещё сильнее проникнуться местной атмосферой и приколами юмора. Расскажу вам больше про второстепенные квесты, которые где-то вас повеселят, а где-то позволят сильнее понять сюжет некоторых персонажей, или же просто словить хихий момент сюрреалистичности происходящего. В общем, вы останетесь удовлетворены. Хотя больше чем уверен, что самыми довольными будут фанаты Лиги Легенд, коих среди нас чуть более чем достаточно. Какая радость, я так долго этого ждал! Ведь у меня для вас есть объявление, что наконец-то вышел комикс Лига Легенд Люкс. Вас ждёт эпичный сюжет, который после прочтения оставит у вас приятные послевкусия и мысль. Это очень необычная адаптация того корейского клипа. Ain't nobody bring us down, 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 down. В Димасии царит хаос и порядок, а также существует запрет на использование магии, а непослушных ловят охотники. Потому что в этом мире считают магов неполноценными. Завязка отличная. А что было дальше, вы узнаете из самого комикса, конечно же. Вы чё думали, я вам тут сейчас весь сюжет перескажу? Нет, так не работает. Кстати, раз уж мы заговорили о самих комиксах, то знаете, что для трули фанатов Масс Эффекта тоже есть кое-что вундербарнутое. Масс Эффект, полное издание, сборник комиксов знаменитого Мака Уолтерса, сценариста игр Масс Эффект, Масс Эффект 3 и Масс Эффект Андромеда. Эти мини-серии открывают взор на важные детали сюжета игр, а именно возвращение тела Шепарда Ака. Этот магаз мой самый любимый, после событий первой части Масс Эффект, историю происхождения призрака, сражение королевы пиратов Арии, Т-Лог с Цербером ради защиты Омеги и не только. Заинтриговал? Да? Ну-ка, Литя, что интересно стало. А-а-а. В интернет-магазине Лабиринт. Всё это можно купить, да ещё и по шикарной цене. Ссылки ищите в описании под роликом и затариваетесь интересными игровыми комиксами. Начнём с самого интересного и немного грустного. Помните слова Абигайл про преподобного? Преподобный выгнал свою дочь, когда она забеременела. Теперь она торгует с собой в изиме. Вы удивитесь, но в трухлявом квартале с нищими бомжами, бандитами и прочими фрилансерами мы можем встретить начальницу тамошних бюджетных проституток, Кармен, которая и является той самой дочерью преподобного. Хочешь немного расслабиться, красавчик? Только немного. По её ремеслу и плоскому животику мы можем понять, что её ребёночек походу рассосался. Есть работа для ведьмака? Да, есть парни, которые создают проблемы моим девочкам. Дама просит нас помочь ей и её товарищкам, которых кошмарят по ночам в Саламандре. Мы ненавидим бандитов и относимся с почтением к людям такой благородной профессии. Отвали, приятель! Оставь даму в покое. Пожалел шлюху? А прежде чем уйдёшь, извинись за свои дурные манеры. Беги, пока я тебя не прирезал! А когда извинишься, пойди к капитану Винсенту, скажи ему, что ты преступник и негодяй. У тебя крыша поехала, дед долбанный. Челик с голосом из Ведьмака 2 и 3. Не выкобенивайся. Гарри Поттер... мёртв. Что такое было? Отвалили, я прирежу тебя, как пса. Кот в сапогах, закрой хлебала. Бойтесь меня, кто ещё жить? Короче, мы помогли дамам, которые заслуживают уважения больше, чем стримирший свеча. И в благодарность Кармен предлагает нам дать. Что же это будет? У нас есть 200 оренов для тебя. Если ты не захочешь получить награду другим способом. Но я отказываюсь и выбираю деньги, потому что секс не по любви, это харам. Следующим делом я обязательно выполняю всякие заказы. Да, бывают иногда абсолютно рутинные квесты, а-ля принеси 10 писюнов утопца на аксессуары для бабули, но иногда попадаются достаточно странные варианты заработка. Допустим, визимскому могилищику нужно собачье сало. И поэтому я хожу по ночам и вырезаю четвероногих, сам толком не понимая, а зачем? Всё больше и больше этих шавок. Я салом дерево натираю для гробов. А я этим салом натирал бы стрелы и отстреливал в фури чисто ради кека. Кстати, недалеко от кладбища шарандается сладочь с рогаликом на башне. Она говорит, что её муж помер и теперь его призрак преследует её и говорит про даму всякие анекдоты нехорошие. Но заказ этот я выполнять не буду, потому что, во-первых, призрак дружелюбный, а во-вторых, анекдоты реально рофильные. О-о-о! Моя жена, шлюха! Чел, ну ты и комедиант. В таверне под кудлатой мешкой сидит и горюет не местный сомелье, которому очень не по душе здешняя выпивка. Похоже на помои. Как они только это пьют? Предполагаю, что это вино. Вино? Да эта бурда ему даже в троюрные братья не годится. И что же это тогда? Разбавленная собачья моча. Он по секрету говорит нам, что где-то тут в одном из домов поселилась всякая нечисть, но если ее вырезать, то там можно найти раритетное тусенское вино столетней выдержки армянского производства. Правда, по несчастной случайности, алкаш уже побывал там, всех убил и все выжрал. У меня нет бутылок. Что? Ты меня обманул! Нравится, что даже несмотря на это, задание все равно считается выполненным. Такой подход к созданию квестов мне очень по душе. Кстати, вот еще один забавный рофл. А вы знали, что Талер неравнодушна к Шане бурдюк с ушами? Последнее время за мной убивается какой-то мрачный урод. Шане, если тебе нужна помощь... Да нет, он какой-то загадочный. Может быть даже обаятельный, в каком-то смысле. Он несколько раз меня провожал, и кто знает, что бы могло быть дальше, если бы я не выяснила, что он ведет двойную жизнь. Загадочный? Двойную жизнь? О чем? Она говорит, что так и так, Талер оказывается служит правительству или что-то типа того. Вроде бы рофл-рофлами, но когда мы спрашиваем у Талера про Шане, то тут немножечко смущается. Я знаю о твоем романе с Шаней. Пошел нахрен! Не все такие волокиты, как ты. У некоторых, знаешь ли, возникают настоящие чувства. Ути какой лысый смущняшка. А сейчас небольшой моментик для тех, кто прошел третьего Ведьмака, но совсем не читал книг. Видите этого бомжеватого деда, который зарабатывает тем, что чистит от грязи селянские катерпиларсы? Здравствуйте, добрый господин. Он бывший секретарь Сигизмунда Дикстра и зовут его Ори Ройвен. Говоришь, ты не как чистильщик. У каждого есть скелет в шкафу. Да-да, когда лысый жиробубель сбежал в зериканию, он взял себе псевдоним Сиги Ройвен в честь своего сотрудника. Интересная инфа для тех, кто только третьего Ведьмака проходил. Рассказать истинную личность этого деда мы можем, подарив ему одну из его работ под названием Люди Тени. Ты знаешь, кто я? А я думал, тот свиток исчез навсегда. Да, вот столько в этой игре отсылок, приколов и прочих классностей, которые легко можно пропустить при первом, втором, да и десятом прохождении. Допустим, я только к прохождению второму обнаружил тайное логово служителей львиноголового паука. Правда, с этим нет какого-либо связанного квеста или персонажа, который бы про это говорил, что лишний раз наводит на мысль, что некоторые квесты либо реально были вырезаны, либо же просто недоделаны. Зато в самом логове много сатанистов, которые ведут тут около двачерский образ жизни с поклонением голове и анальной блажи. Чтобы узнать еще больше интересных приятностей, нам придется двинуться чуть дальше по сюжету. Начинается третья глава. После того, как мы потеряли сознание, Гербель просыпается не на болотах в грязи, а дома у Трис. Правда, перед этим мы становимся свидетелями того, как хуманизированный Сифилис со своими подружками-колдушками опять задумывают какую-либо гадость. Ошибаешься. Он в моей власти. Не только он. Все они. Жаль, что Фольтеста сейчас нет. Но вы займетесь советом королей. А проблема с Леову Арденом тоже решена? Да, он принял мое предложение. Он сказал, что те, кто стоит за ним, сами собирались подобное предложить. Но мы опередили. Мужчины-болтуны. Всегда во всем хотят быть первыми. Кстати, как там твой Ведьмак? Думаю, удастся его убедить. Вы только посмотрите на эти сатанинские волосы. Просто сатана в человеческом теле. Не ошибись. Геральт проницательный и... Особенный. Я знаю. Я ухожу. Я свяжусь, когда закончим с этим. Ведьмак не должен узнать то, что ты скрываешь. Но я же говорю, какая-то околомасонская мразота пытается нас втянуть в свои грязные делишки. Плюс еще один балл в копилку Йеннифер, которая отказывается сотрудничать с Ложей Чародейк. И плюс пять баллов в копилку Шани, просто потому что она милаха. В конце Трис принуждает нас к сексу без возможности выбора, что вполне можно считать изнасилованием. Больно не будет. Ведьмак один. Не хочешь, но будешь. После бурного надругательства Трис поясняет нам, что нашла нас совершенно случайно, пока наблюдала за магическими следами от рукоблудства Калькштейна около башни. Плюс Геральт ненароком ловит еще один труле последствия от наших поступков Экспириенс, а именно из-за того, что мы отказались помогать. В Махаче какой-либо из сторон нелюди и Орден Пылающей Розы просто избили друг друга летально до состояния ничьи. Азар вывел меня из боя, когда я очнулся благодаря Трис, груды тел были рядом. Последний раз я смог сохранить нейтральность. Следом мы с Трис обсуждаем возможность вернуть на память. И прежде чем я вам покажу, что нам сказала Рыжуха, я напомню, что нам сказала другая Рыжуха. К сожалению, я потерял память. Боюсь, что я не смогу тебе помочь. У нас на севере неврология еще только зарождается. Вообще все не так плохо. Я уже постепенно привыкаю. С сожалению, констатирую, что чародеи в таких случаях действуют эффективнее. Может, кто-нибудь из них мог бы тебе помочь? А теперь послушайте вот это. Ты можешь справиться с моей амнезией. Вернуть тебе память? Нет, очень вряд ли. Вау, что? Она говорит, что мы должны справиться с этим сами. А именно, если мы определимся самим собой и примем чью-либо сторону в каких-либо конфликтах, то память, по идее, должна вернуться сама собой. Ага, должна, но не обязана. И, кстати, да, Терис реально может с помощью магии вернуть память алкашу намного быстрее. И даже если у нее нет знаний, то она вполне могла бы узнать об этом у кого-нибудь из сраной чародейской ложи. Но, само собой, она этого делать не будет, так как Гервант ей нужен для реализации чародейских и своих собственных интересов. Зато Гербельт с ней не куколт, да, Терисофилы? Ладно, хватит с нас анализа, пора бы браться за дело. Сейчас Териска ставит перед нами две важные задачи, а именно сходить на банкет к нелегардскому купцу Леу Вардену, так как тот считает, что нам срочно необходимо кое-что обсудить. Плюс магичка говорит нам, что в Изиме находится какой-то очень мощный источник магии, но она понятия не имеет, откуда он так тянет магической парашей. Поэтому мы должны расставить в трех местах особые сенсоры, которые помогут ей с поисками. Ну что ж, займемся всем по порядку. Начнем с того, что я плюю на банкет и купца. Уверен, никуда не убежит. Я помогаю Терис и расставляю все сенсоры, после чего она говорит, что только нашла источник энергии. Он исходит от нашего старого, но молодого знакомого парнишки Альвина, который каким-то макаром оказался в Изиме. Как ребенок может быть источником аномалии? Ты все забыл. Этот ребенок... Член... Нам поясняет, что в Альвине течет старшая кровь и он является истоком, то бишь челиком с супермощными магическими способностями. Если человек не знает как и не умеет с этими способностями обращаться, то вполне есть вероятность, что они сработают, допустим, в стрессовой ситуации, как это было с принцессой Паветтой. Кто не знает, тот не знает. Но в принципе, эта рыжая особа может не беспокоиться, так как исток может своими способностями пользоваться в полную силу, чтобы прям в мясо и хаос только после лишения невинности. Да. Вот. Это Уркин. Преподобный местный. Нехороший. Ведьмак один. Мало кто прошел. И слава богу. Трис заявляет, что мы должны привезти мальчика ей сюда, ведь она не может сделать это сама из-за вредной рыжей медички, у которой сейчас пацан находится на попечении. Твоя маленькая подружка Шани отказывается отдавать его мне. Говорит, что я... Трепло дешевая. Мы находимся на том моменте, когда должны выбирать между Шани и Трис. Конечно, мой выбор очевиден, но напрягает, что мне не дают пойти по пути однорукого нейтралитета и оставить пацана у какого-нибудь золотона или же дедушки. На входе в храмовый квартал нас встречает медичка с претензиями насчет чародейки и ее притязаний в сторону Альвина. Знай, эта ведьма пытается похитить одного из моих пациентов, мальчика по имени Альвин. Даже если опустить тот факт, что я несу за него ответственность, то что эта ведьма знает о воспитании детей, всем известно, что своих детей у нее быть не может. В итоге она просит нас встать на ее сторону и отвезти Альвина из лечебницы лебеды к ней домой. Однако внезапно все идет по мужицким чреслам. В самой больничке нас встречает Лютик, который говорит, что пацана схватили саламандрой и утащили. А тот орет во всю. Они его даже по имени назвали. То ли Алькин, то ли Альпин, не помню. Вот дерьмо. Он ведет нас до места, где ныкаются бандиты и ноет о том, что мы не разрешаем ему посмотреть, как мы избиваем негодяев. Эй, ты всегда мне говоришь ждать. На этот раз я пойду с тобой. Ни за что. Еще не хватало задеть тебя во время боя. Мне всегда приходится ждать снаружи. Наконец-то снова получаем удовольствие от свершения правосудия. Геральт, я рад, что ты здесь. Они плохие. Я знаю, знаю. Теперь все будет хорошо. Они умерли? Тебе достался, тупой ребенок. Просим Барда порвать парнишку домой к Шане, а сами ловим еще одну волну вражеских лиц об наш кулачок. Геральт, можно мне поиграть твоим мечом? Позже, Альвин, когда останемся одни. Шане, конечно же, благодарна за все это и окончательно понимает, что мы настоящий мужчина, любовник, да и в Изиме пацан не последний. А вот к самой Трис я очень боялся идти, потому что, во-первых, нас ожидает весьма неловкий разговор, а во-вторых, Геральт, мало того, что очень прямолинейный, так еще шибко не тактичный. Я отвел ребенка к Шане. Мне кажется, она позаботится о нем лучше, чем ты. Ты хоть понимаешь, что ты натворил, неблагодарный сукин сын? Она тебе дала, да? Знать тебя не хочу, долбанный мутант. Убирайся отсюда, пока я не превратила тебя в свинью, которой ты, собственно, и являешься. Ну ты же просил нас принять чью-либо сторону. Вот и пожинай плоды селедка. Пора наконец-то снова отвлечься от основного сюжета и надышаться второстепенной свободой. Что происходит, когда чародейка превращается в гадюку? Кто знает, никто еще не заметил разницы. Пожалуй, стоит начать с того, что нам стал доступен новый район, а именно купеческий квартал, где находится дом Трис Мерегольд. Она специально для нас оформила особый пропуск, который позволяет шер-шер-зыходиться спокойно из района в район, несмотря на карантин. Что это? Вылезло из дупла? Ты... Сам квартал достаточно интересный и открывает для нас новые возможности. Дымовой налог, подушный налог, военный налог. Что дальше? Тут есть таверна класса люкс новый на рекорд, свой собственный рынок со всякими полезностями, есть дом с элитными ночными бабочками, банк Вивальди, городская администрация, внезапно вернувшийся из предместия королевский ловчий и многое другое. В общем, нам есть чем заняться. Надеюсь, денег мне на взятку хватит. Для начала хочу вам поведать про нынешний куртизанский хаос. Дело в том, что хозяйка данного заведения знает Геральта и на самом деле у них много общего. Ты считаешь это вежливо? Врываться сюда без приглашения? А я слышала, Геральт из Риви был вежливым ведьмаком. Прошу прощения, госпожа. Я потерял память. Мой возлюбленный, которого я так и не забыла, считал тебя своим другом. Он погиб, помогая тебе в схватке с могучим противником. Ты мне расскажешь, кем был тот человек? Я никогда не говорила, что он был человеком. Важно, что вы были с ним друзьями. Его звали Регис. Да, эта барышня бывшая нашего старого другана высшего вампира Региса. Правда, она бросила его из-за того, что тот слишком много бухал жидкий гематоген. Эта дурная привычка чуть было его не погубила. Разъярённые кметы набросились на него. Прошло много лет, прежде чем он полностью оправился. После этого он стал отшельником. До тех пор, пока не повстречал тебя. Конечно, кто-то может заподозрить, мол, а разве это нормально, чтобы обеща встречалась с высшим вампиром? На что я скажу вам лишь одно. Рядом с этой дамой ведьмачий медальон колбасит только так. Само собой, этот занимательный рассказ я вам говорю не просто так. В таверне мы можем найти рыцаря Ордена Плаяющей Розы с характером колхозника и рожей на шерзых похожий. Кого я вижу? Ведьмак! А ведь говорили, что вы все вымерли. Вы знаете Зигфриды из Денесли? Он сильно изменился. Многие из Ордена погибли на болотах от рук эльфов. Все, кроме него. Говорят, он провел два дня в трупе коровы. Он говорит нам, что у него пропала сестра, синеглазая блондинка. Если мы ее найдем, то он нам деньгу даст и по попе потеребит чисто по-верунски. В обычной ситуации лучше помог бы уголовный розыск, чем ведьмак. Но! Мужик информирует нас, что у барышни до ее пропажи были обнаружены на шее следы от вампирских клыков, а значит, дело очень даже потустороннее. Как бы это не было хихишно, но его сестру мы находим в местном элитарном борделе, где она спокойно подрабатывает и заигрывает с нами. И чего же ты хочешь, мой беловласый господин? Спирт. Мы, конечно же, в шоке от такого сюрреализма, но больше всего с этого безобразия возмущен сам рыцарь-брательник. Найди доказательства. Все бы ничего, но эту чисто братанскую просьбу мы можем выполнить, переспав с синеглазой сестренкой. Хорошо. Сначала горячая ванна, а затем я исполню все твои мечты. Да, у нее реально есть следы колыков на шее, и это действительно сестра светошника. Мужчина в еще большем шоке и подозревает, что вампир гибнозом заманил ее в куртизанский профсоюз и просит найти это чудовище. В первую очередь с этой инфой я бегу к хозяйке борделя и говорю, что у них тут вампир завелся. Да, мы в опасности. В этот момент убер-куртизанка смотрит на нас как на идиота и открывается ужасная тайна. Брат этой девушки считает, что она по своей воле никогда бы не стала работать в борделе. Не будь наивным. Она живет здесь как принцесса, носит шелка, клиенты продают свои поместья, лишь бы провести с ней одну единственную ночь. У нее есть собственные слуги. Она окружена роскошью, о которой ты не смеешь и мечтать. Ее брат решил выдать ее за какого-то старого болвана, у которого геморрой вырос больше, чем... Ну, неважно. Она вместо этого предпочла стать принцессой ночи, вечно прекрасным запретным плодом. О чем это ты? Я почувствовала это, когда пила ее кровь. Что ты так смотришь? Да, я и есть тот самый вампир, который здесь живет. Конечно, она оправдывается и поясняет нам про реалии жизни. Мы с моими дочерями пьем кровь наших клиентов и девушек, но никогда не убиваем. Они отдают свою кровь в качестве платы за наши услуги. Все довольны. В итоге она ставит перед нами самый странный выбор за всю историю ролевых игр. Либо мы согласимся не выдавать их и в знак примирения обязательно поучаствуем в групповушке с ее работницами, либо нас убьют. Ты меня убедила. Я оставлю вас в покое. Ко мне, милые дочери. Покажем этому ведьмаку, откуда берутся удивительные легенды о Доме Ночи. Ведьмак 1. Потрахайся или умри. После соития нас совершенно внезапно беспокоят рыцари Розы во главе с брателлой, которые называют алкаша выродком бессовести и просто негодяем. Остановитесь. Немедленно. Вам никогда не победить нас. Нас? Сестра. Мы снимем с тебя это проклятие. Да нет никакого проклятия, болван. Просто твоя сестра не желает всю оставшуюся жизнь мыть посуду и раздвигать ноги перед одним и тем же затхлым старикашкой. Хватит улгать. Извините. Перед нами снова встает тяжелый выбор. Мы можем помочь рыцарям, можем помочь вампирам или же вообще пойти по пути буйного, убив и тех, и тех, что очень даже в моем стиле. Но в память о нашем товарищи Регисе я все-таки помогаю вампиршим убить людей и обратить синеглазую девушку в свою сторону. Я убил людей, а ведь я должен убивать чудовища. После этого Гервант впадает в легкую депрессию. Я впервые в жизни видела, как ведьмак обращается с мечом. И второй раз это видеть я явно не хочу. Ну да, сосать из людей кровяку куда гуманнее. В чувство нас приводит квест, связанный с Лютиком. Барт сидит в таверне и грустит, пуская слюни. Геральт! 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 Когда же мы спрашиваем его о причине фрустрации, он поясняет, что ему тут скоро выступать, а его Лють не совсем в другом месте. А я... И вообще, я на трезвую голову тебе ничего горить не буду. Мы в очередной раз закидываем за воротник, надеясь получить за это ачивку в игре без ачивок и Лютик рассказывает нам про свой неловкий братан момент. Один купец спалил его, как он рофлил с его дочуркой наедине. Купец один застал меня, когда я давал уроки его дочери. Он сбежал, а Людня осталась у этой самой барышни. Мы бежим, сломя голову, чтобы помочь нашему другу уболожить толпу своей волшебной музыкой. Ну, купца свои взгляды на творческий мир. Что тебе нужно? Оставь мою дочь в покое! Мужика мы избиваем и так и ведем беседу с самой мадамой. Мы репетировали кантату птичьи слезы. Папа вошел в самый кульминационный момент. Это непристойная песня. Она прекрасна. Очень нежная и поэтическая. Папа никак не мог взять в толк, почему мы репетируем обнаженными. Эта личность обижена на лютика и не хочет ему отдавать музыкальный инструмент. Гегач врубает все свое красноречие на максимум и барыня предлагает ведьмаку секс взамен лютни. Ты сам на вид тоже ничего. В иной ситуации мы может быть и согласились бы, но такими частыми половыми связями можно и простудифилис заработать, поэтому нет. Я просто заберу лютню и не стану тебя больше беспокоить. Пошел вон, вшивый бродяга, глаза б мои тебя не видели. Правда, из-за этого мадмуазель обижается на нас и вешает обидный ярлык. Забирай свою лютню и проваливай импотент. Ведьмак один, все любятся, а я не любятся. И на этом все, мои замечательные друзья. Еще многое и многое нам с вами предстоит открыть для себя в этом чудесном небесприколов мире. Впереди нас ждут еще квесты, еще интриги, коварные повороты и забавные наблюдения. Кстати, я хотел тут у вас спросить, чисто по-братски и сестрински, а кто-нибудь вообще из вас после моих роликов заинтересовался и сам поиграл в данную игру? Лишь вы чисто на релаксичек, смотрите ролики как еженедельное аниме и ловите с этого кайфарики. Расскажите, пожалуйста, потому что мне самому это интересно. И да, я читаю абсолютно все комментарии и ваше интересное или хотя бы грамотно написанное мнение, оно обязательно попадет в мое поле зрения. До скорых встреч, мои дорогие друзья.